Презирая птичьи перезвон, по лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он. В арт-кафе дома Евгения Вахтангова проходят творческие вечера Александра Олешко. Актер Вахтанговского театра представил владикавказскому зрителю программу «Давайте не громко». У нас очень радостное событие. Наконец-то к нам приехал Александр Олешко, чьего визита мы с нетерпением и мы, и весь город ждали с открытия дома Вахтангова с 30 апреля. К сожалению, тогда он прилететь не смог из-за травмы. Мы все очень этого ждали. И вот, наконец, свершилось. Три дня подряд у нас будут концерты, творческие вечера. Вот сейчас идут последние приготовления к вечерам. Люди радуются, зритель очень ждал. Билеты улетели просто за пару часов, можно сказать. Он приехал в свой дом, потому что, во-первых, он был человеком, который опустил первые деньги в урну для пожертвований, так скажем, когда начиналось вообще строительство дома. То есть он внес огромный вклад. Несмотря на то, что Александр Олешко впервые посетил дом Евгения Вахтангова, актер принял непосредственное участие в обустройстве музейного пространства и даже передал в дар несколько антикварных экспонатов из личной коллекции. Сейчас мы находимся в зале, который называется «Зал принцессы Турандот». Здесь мы рассказываем о самом известном спектакле Евгения Багратеновича Вахтангова, спектакле, который побил все мировые рекорды. Его дали больше всего за всю историю театра, 2000 раз. И вот здесь у нас в этом зале представлены, во-первых, личные вещи и мебели из квартиры Народной артистки Советского Союза Цицилии Львовны Мансуровой, урожденной Валерштейн, любимой ученицей Вахтангова, которая сыграла роль принцессы Турандот в первой постановке. Но также они дополнены и предметами из личной коллекции актера театра Александра Олешко, заслуженного артиста Российской Федерации, который является коллекционером. Ну вот в частности, например, четыре чашечки — это китайский фарфор XIX века. Почему они у нас здесь уместны в экспозиции? Потому что действие сказки «Принцессы Турандот» происходит в Китае. Также вот эти два китайских фарфоровых подсвечника. Замечательные фотографии из личного архива Мансуровой. Это она вживается в роль принцессы Турандот в гримёрке перед выходом на сцену. Это она уже в возрасте репетируется с молодой актрисой Юлией Борисовой, тоже будущей народной артисткой Советского Союза. И вот эти фотографии оформлены как раз-таки в рамке, который нам предоставил Александр Владимирович. Помимо ценных экспонатов музейной экспозиции, Александр Олешко посадил куст сирени — любимый цветок Евгения Багратионовича. Теперь пространство возле дома великого режиссёра украшает целая сиреневая аллея. Артист также поделился своими впечатлениями о новой культурной точке на карте Владикавказа. Совершенно уникальная точка притяжения, культурно-образовательный такой проект. И не только Вактангу вернули дом, но и Владикавказу создали, мне кажется, уникальное пространство. И мне очень радостно, что я один из тех счастливчиков, который в первый год жизни этого дома здесь оказался и даю концерты. Аншлаг в зале и жаркие аплодисменты. Публика долго ждала выступления любимого артиста. Как итог — восторженные отзывы владикавказских зрителей. Такой формат, конечно, нравится, потому что он более такой камерный, душевный. И, живя в Москве, мы всегда посещаем такие мероприятия. Вот моя подруга, она сейчас находится в Осетии. Я знаю, что я в эти даты буду во Владикавказе. Вот у моей подруги вчера был день рождения. Ну и мы практикуем делать такие эмоциональные подарки друг другу. Поэтому я взяла билеты заранее, потому что я знаю, что здесь билеты раскупаются очень быстро. И накануне невозможно приобрести билет. Поэтому я купила заранее, прилетела, пригласила ее на концерт. Мы совмещаем приятное с полезным. Увидеться, прийти, посмотреть, послушать прекрасного актера. Творческие вечера в арт-кафе дома Евгения Багратионовича становятся излюбленным местом для отдыха поклонников Мюльпомены. И несмотря на то, что после открытия дома Евгения Вахтангова не прошло и года, жизнь здесь кипит, и зрители могут поближе познакомиться с любимыми артистами. Елена Смирнова, Алина Хасцаева, Михаил Безуглов, 15 регион.